На Акадском районе Ожской области проживает свыше 300 тысяч человек и большая часть населения, к сожалению, не владеет правовыми знаниями, а также информацией о том, куда обратиться за юридической помощью. Это выяснилось в рамках исследования оценка правовых потребностей в системе правосудия и опроса на месте. Этот проект является самым необходимым на сегодня для народа, потому что одной из главных проблем нынешнего времени является нарушение прав. А это происходит из-за незнания населения собственных прав. В рамках исследования было опрошено 600 граждан, и большая часть из них отметила проблему жилищного вопроса. Конечно, считать это главной проблемой всего района нельзя, поскольку у нас проживает около 313 тысяч жителей. Но в целом, часто наши жители не знают, кому обратиться за помощью. И этот проект дает надежду на то, что путем знания закона удастся решить многие проблемы. Кстати, именно в Накадском районе результаты исследования показали наихудшую картину. Здесь граждане мало что знают о своих правах. Правда, исследования пока охватило всего три района из всей республики. Так, помимо Накадского района, в пилотные точки вошли Тунский район из Сыкульской области и Свердловский район города Бишкек. Методологию исследования составили в надстаткоме, а вот сами работы провела исследовательская компания «Ребекон». Конечно же, данные разнятся, поскольку во всех опрошенных населенных пунктах уровень грамотности правовой он разный. Наиболее информированные о правовой помощи, о доступе, вообще о получении услуги данной в Бишкеке, в Свердловском районе, предполагается, что это исследование будет проводиться дальше НСК над статкомом один раз в три года для того, чтобы видеть, какая идет динамика, тенденция. То есть, насколько меняется ситуация с доступом к правосудию, насколько существует взаимодействие между формальными и неформальными органами. Это было бы очень интересно смотреть, потому что чаще всего на селе, в регионах, в южном регионе, в Новокадском районе, в Тунском, больше обращаются в институты неформального правосудия. Это суды Аксакалов и так далее. Кстати, о суде Аксакалов. Чтобы решать на местах проблемы семейного насилия, исследование охватило и такой общественный орган. А для того, чтобы не было дискриминации по полубому признаку, в составе суда Аксакалов появятся женщины. Есть такая кыргызская традиционная культура, ссор из избы не выносят. Либо, опять же, решают вопрос, особенно экономического характера, в пользу мужчины. И уходят женщины, вот прям при разводе с нулем, уходят, забирают детей, и они чаще попадают в очень бедственное положение. И традиционный стереотип, он сочетается ли культурой, особенно правых норм и знаний судов Аксакалов зависит очень многое тоже. И вот как раз исследование мы указываем, насколько местное население доверяет правильное решение судов Аксакалов. Это первая такая медиативная помощь судов Аксакалов. Насколько у них эта компетенция позволяет. Компетентность членов суда Аксакалов и правда, как отмечают представители исследовательской команды, вызывает сомнения. Бывает, Аксакалы принимают решение, переходя всевозможные грани и берут на себя излишнюю ответственность. Стоит отмечить, что несмотря на то, что этот орган указан в Конституции, юридической силы не имеет. А вот для того, чтобы в целом облегчить доступ к правовым услугам и улучшить грамотность населения, предлагается работать слаженно всем представителям образованного слоя населения, как это было во времена Советского Союза. В то время этими вопросами правового воспитания, правового информирования населения занимался очень большой круг лиц. Почти все государственные служащие в той или иной мере выезжали с докладами, встречались с населением и просвещали население по правовым вопросам. В настоящее время сейчас эти вопросы как-то ослабнули, и поэтому предлагают исследователи, чтобы мы эту работу взяли во внимание и начали заниматься вопросами правового просвещения населения. Ну, в первую очередь, кто будет этим заниматься? Я думаю, что этим вопросом будут заниматься правоприменители. Ну и от самих граждан, конечно, зависит многое. Отмечается, что каждый кыргызстанец должен быть заинтересован в правовом просвещении, а пока исследование завершилось и разрабатываются рекомендации, по которым будут приняты меры для улучшения правовой сферы страны. Конечно, мы сейчас это все сядем, сделаем выводы и вытащим конкретные рекомендации, которые будут потом направлены в конкретные государственные органы. Министерство юстиции, Минсоцразвитие. Вопросы, которые нужно действительно решать на местах, это мы потом в качестве выводов, уже как рекомендации от администрации президента, мы спустим вниз. Возможно, будут внесены какие-то изменения и дополнения в действующее законодательство. Само исследование было инициировано администрацией президента. Его провели при участии Института статистических исследований и повышении квалификации надстаткома, исследовательской компании «Ребекон» и проекта «Юсаид Ухухублагэ». Для оглашения результатов в столице провели круглый стол, на котором приняли участие представители Верховного суда, прокуратуры, министерств, адвокатов и другие. Кстати, для правового просвещения пару дней назад было принято решение закрепить по одному специалисту в каждом районе республики, который будет оказывать правовую помощь на местах. А пока администрация президента разрабатывает рекомендации по итогам исследования.